Большие и маленькие из ваты, пластика и стекла. Эти игрушки трогают душу, делится Людмила Волович. Вместе с группой клуба «Активное долголетие» она буквально окунулась в новогоднюю атмосферу своего детства. Для этого пришлось проделать неблизкий путь. Группа приехала в Одинцовский историко-краеведческий музей из Щелково. Новогодняя выставка поразила и согрела. Игрушки вот такие на елочку у нас была, я говорю, целая коробка была. Мы специально ездили на старинную барахолку в Волшебо. У нас это Подмосковье. Покупали эти игрушки. А потом нечаянно ногой целую коробку разбили. Были расстроены все, потому что их нигде не взять, эти игрушки. Уникальная коллекция собрана силами горожан. Обычные елочные украшения раскрывают целую эпоху. В них нашли отражение многие исторические события. В советское время эти елки интересны были тем, что они украшались в связи с такой политикой, можно даже сказать. Если это такая ранняя эпоха советская, то там появляются советские символы, появляются даже какие-то фигурки вождей. Или там на росписях шариков появляются изображения политических деятелей. Когда полетел Гагарин в космос, появляются фигурки космонавтов. Наряжать елки стали при Петре Первом. Гостям музея рассказали, как менялась эта традиция со временем. Елка украшалась не только игрушками, какими-то стеклянными, картонными, но еще и продуктами, можно сказать. То есть были яблоки, орехи, конфеты. И опять же елка, она не стояла все новогодние праздники. А на Рождество детей запускали в этот зал, прекрасно украшенный, с этой красивой елкой, с горящими огнями. И дети веселились, дети танцевали, пели. И в конце вечера они эту елку разграбляли, можно сказать. То есть снимали с нее все вкусное. Кроме новогодних украшений, в музее можно увидеть картины одинцовских художников, посвященные зиме и Новому году. Выставка работает до 24 января. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».